Трёхгодовалый пони, ковбой и томбой – родные братья. Вместе росли, вместе едут на новое место жительства – в Донецкую Народную Республику. Теперь на них будут тренироваться ребятишки, которые занимаются конным спортом на освобождённых территориях. В мае этого года мы были на фестивале в Измайлово и встретились с командой Донецкой Народной Республики. Это оказалась команда из спортшколы «Локомотив» города Макеевка. Я увидела детей, я увидела, как они это всё рассказывают, тренеров. И рассказала про свой клуб, сказала, что мы занимаемся. У нас много поняшек, ну и в принципе мы готовы вам подарить, если у вас их нет. На что, конечно, обрадована Донецкая Народная Республика. Сказала, конечно, везите, у нас такого нет. Пони – не единственный подарок для конной секции Макеевки. Копичане также выполняют миссию по передаче конного снаряжения и оборудования для тренировок, которые были собраны спортсменами Москвы, Омской, Екатеринбурга и Челябинска. Это часть гуманитарного груза, который отправился в ДНР в минувшие выходные. Погрузка благотворительной помощи в город по братим Ясиноватую прошла накануне. На социальные объекты города Ясиноватая отправляют строительные материалы для восстановления, потому что зиму ребята уходят, восстанавливают социальные объекты, детские сады, школы и здравоохранение. Также традиционно это госпиталь. Это наши ребята, волонтеры, которые работали последние два месяца, готовили все для госпиталя, собирали. И непосредственно в госпиталь города Ясиноватый мы доставим всю необходимую медицинскую помощь, вплоть до оборудования. Также традиционно мы направляем продукты питания непосредственно для жителей города Ясиноватая, потому что сегодня они находятся на таком рубеже, достаточно опасном, лишний раз куда-то пройти, выйти. Мы в одном месте все складируем, они получают эти продукты и благодарят всех жителей города Копейск. Груз собирали всем городом в течение двух месяцев. Активное участие приняли школы, детские сады, общественные организации, предприятия и индивидуальные предприниматели. В итоге одного помещения на Ленина 56 не хватило, чтобы разместить все мешки и коробки. Пришлось задействовать и соседнее здание управления образования. Погрузка помощи фуру длилась больше часа. Вы знаете, ну это, наверное, уже традицией стало, уже не первый раз отправляем гуманитарную помощь в Ясиноватую. Сегодня, ну действительно, да, масштабы больше, чем обычно. Я думаю, что все это приблизит нашу победу и хочу еще раз поблагодарить всех неравнодушных, которые принимают участие в данных мероприятиях. Всем огромное спасибо, победа будет за нами. Фуры с гуманитарной помощью, которую волонтеры загрузили коробками и оборудованием, не единственная партия. Днем раньше в ДНР отправился грузовик с автомобильной техникой, двумя УАЗиками, двумя мотоциклами «Урал» и автомобилем «Нива». Техника предназначена для фронта. Она попадет в распоряжение бойцов войск связи. Субтитры создавал DimaTorzok